Сейчас программа фотошоп известна по всему миру, а слово фотошопить плотно вошло в нашу жизнь и стало нарицательным. Это свидетельствует о невероятной популярности данного графического редактора. С чего же все началось? Как и почему появился фотошоп и как ему удалось завоевать такую популярность? Фотошоп был создан в 1987 году братьями Томасом и Джоном Нолами. Томас создал программное обеспечение и ядро будущего фотошоп. А его брат Джон работал специалистом по спецэффектам в студии Industrial Light & Magic и создавал спецэффекты для Звездных войн. Именно Джон предложил расширить функционал программы. Для этого пригодились его знания по работе со спецэффектами. Братья решили создать программу, потому что технические возможности купленного их отцом компьютер Macintosh сильно их разочаровали. Монитор нового компьютера не отображал полутоновое изображение, а функционал компьютер был очень ограничен. Программа братьев Нолл значительно расширяла функционал существующих компьютеров. Изначально Томас написал простую подпрограмму, которая могла преобразовывать монохромное изображение в оттенки серва. Далее он доработал код и создал несколько алгоритмов, которые позволяли добавлять различные эффекты на изображения. Для 1987 года это была прорывная технология. Программа называлась Display и была предназначена для работы с черно-белыми изображениями. Однако после того, как Джон Нолл приобрел новую Macintosh 2 с цветным экраном, он предложил Томасу переписать программу для работы с цветными изображениями. Первые цифровые фотокамеры появились в 70-х годах XX века, но активное распространение цифровой фотографии получило в 90-х годах с появлением первых мыльниц для широкого пользования. В 1994 году были выпущены первые потребительские фотокамеры Apple QuickTake. Началась гонка за снижение цены и приближение качеств цифровой фотографии к качеству пленки. Широкое распространение и популяризация непрофессиональной фотосъемки привели к тому, что все большему количеству людей потребовалась программа для обработки изображений. Такой программой и стала Photoshop. Программа обладала множеством возможностей, которые позволяли обычным пользователю использовать функции, доступные лишь в специализированных лабораториях или профессиональном программном обеспечении. Например, настройки тонов или уровней, функции управления балансом, управление оттенком и насыщенностью. В 1988 году дисплей была переименована в Image Pro, но это название уже было зарегистрировано другими и позже в этом же году Томас переименовал свою программу в Photoshop. На тот момент у программы не было аналогов и поэтому братья решили искать инвесторов для того, чтобы выпустить ее на рынок. Именно компания Adobe и приобрела программу братьев Knoll. Однако тогда программа была продана не полностью, а лишь лицензирована. Гонорары от продаж программы принадлежали братьям. В феврале 1990 года Photoshop 1.0 вышел в продажу эксклюзивно для Macintosh. До этого существовали версии Photoshop 0.63 и Photoshop 0.87. Интересный факт, что версия Photoshop 0.87 распространялась в связке со сканерами Bernayscan. С ними была заключена самая первая небольшая сделка на дистрибьюцию. Photoshop 1.0 стал популярным сразу же после выхода. Основной причиной успеха программы стало то, что при ее продвижении делали акцент на простоту использования и многофункциональности. Программа Photoshop была предназначена для широкого круга пользователей, а другие подобные программы разрабатывались для специалистов. Потому обычному человеку было очень тяжело в них разобраться. Кроме того, Photoshop был в два раза дешевле своих аналогов. Letraset Scholar Studio стоил почти 2000 долларов, в то время как Photoshop менее 1000, что также сыграло большую роль в популяризации программы. Одной из ключевых точек развития Photoshop стал 1993 год, когда версии программы были выпущены и для Microsoft Windows. Это значительно расширил аудиторию программы. Версия 2.5 также пополнилась рядом новых функций. Это была первая версия с поддержкой 16-bit. А для фильтров выделили отдельное меню на панели. Photoshop 2.5 стала одной из первых кроссплатформных программ. Следующим важным этапом развития программы стал выход Photoshop 3.0 в 1995 году. Был добавлен инструмент слои, который до сих пор является одним из самых важнейших в программе. Теперь разные этапы работы не нужно было сохранять в отдельных файлах. Появление слоев позволило значительно упростить и ускорить работу с Photoshop. Слои стали историческим нововведением и до сих пор используются в нынешних версиях Photoshop. Также версия Photoshop 3.0 для Windows разрабатывалась наравне с Mac-версией. До этого релизы для Windows были нестабильны. Photoshop 3.0 – первая версия программы, в которую можно было добавлять панели вкладками. В 1999 году в версии Photoshop 5.5 была добавлена функция «Сохранить для веб», которая позволяла оптимизировать и сохранять соображения для веба внутри программы. В то время многие веб-дизайнеры уже активно пользовались Photoshop, поэтому эта функция значительно облегчила им взаимодействие с программой. Adobe Photoshop 5.5 продавался в комплекте с приложением ImageReady. Это также один из продуктов Adobe для редактирования веб-графики. Многие возможности ImageReady позже были упрощены и добавлены в следующей версии Photoshop. Вообще, я впервые познакомился с Photoshop именно с пятой версии. А мой путь веб-дизайнеры, если не ошибаюсь, начался с седьмой версии. В 2001 году была выпущена упрощенная версия Photoshop Elements, которая была ориентирована на менее продвинутых пользователей. Программа включала основные возможности Photoshop, исключая особо сложные функции. Для этой версии был разработан упрощенный интерфейс. Выпуск Photoshop Elements позволил еще больше увеличить аудиторию программы и принести компании значительные прибыли. С 2003 года началось широкое производство зеркальных фотоаппаратов. В 2003 году начали выпускать Canon 300D, первую доступную по цене широкому кругу фотографов зеркальную цифровую фотокамеру со сменными объективами. Благодаря этому факту, а также выпуску аналогичных камер другими производителями, произошло массовое вытеснение пленки не только из среды непритязательных любителей, но и среди профессионалов, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно. Это повысило интерес к цифровой фотографии, а также к обработке фото. Активное распространение зеркальных камер среди населения вновь вызвало небывалый спрос на программу Photoshop. В каждой последующей версии разработчики добавляли в программу все новые и новые функции. В седьмой версии добавили инструмент восстанавливающую кисть. Также все текстовые слои стали векторными, что позволило масштабировать надписи без потери качества. Была добавлена новая файловая система, облегчающая поиск изображений. Наряду с восстанавливающей кистью добавили заплатку. Пожалуй, одним из самых значительных нововведений седьмой версии стала оптимизация программы для macOS. Предыдущие версии Photoshop на Mac могли внезапно закрыться среди рабочего процесса, но версии Photoshop 7.0 эту проблему исправили. В 2010 году появился скетч и привлек к себе внимание веб-дизайнеров. В отличие от Adobe Photoshop, скетч не использует собственных средств для отображения создаваемого контента. Эти функции возложены на встроенные инструменты macOS. Это очень сильно повлияло на производительность скетча при работе на Mac. В своей работе и создании продуктов скетч активно использовали такие компании, как Apple, Facebook, Google. Скетч был более адаптирован для работы дизайнеров интерфейса, чем Photoshop. И по итогу скетч забрал на себя большую долю внимания веб-дизайнеров. Позже, в 2012 году появилась Figma, а всего лишь в 2015 мир впервые увидел Adobe XD, но уже было поздно. Рынок дизайнер интерфейса захватили новые игроки. Вспоминая те времена, мне как дизайнеру было мало функционала Photoshop и многие вещи были нелогичны. Я был одним из первых, кто перешел вначале на скетч, а потом на Figma. Интересный факт, что многие дизайнеры очень долго и инертно еще оставались на привычном, но неудобном фотошопе. Хотя в нашей профессии нужно постоянно адаптироваться под динамичный технологический рынок. Adobe Photoshop не успели заметить тренд и дать то, что нужно их значительной части аудитории. Таким образом, веб-дизайнеры нашли для себя специализированные программы, которые были направлены именно на разработку интерфейсов. Основной же аудиторией Photoshop остались фотографы, иллюстраторы и художники. В 2014 году появилась версия Photoshop, в которой были внедрены облачные технологии. Настройки программы можно было синхронизировать с облачным хранилищем. Кроме того, была представлена новая модель подписки, которая предоставляла доступ к продукции Adobe по более низкой цене. Теперь пользователям было не обязательно покупать программу. Пользователь мог оформить ежемесячную подписку и отменить ее, когда программа была уже больше не нужна. Это помогло значительно снизить единовременные затраты на приобретение программы, что также способствовало распространению программы на еще большую аудиторию. В версии 2014 года было добавлено очень много нового функционала. Также Action теперь получила возможность выполнять условные действия и, кроме того, была улучшена работа со смарт-объектами. В 2015 году было добавлено множество полезных функций. Например, монтажные области для повышения эффективности дизайна. Появилась возможность наложения шума для более реалистичных размытий изображения. Новая палитра глифы стала обеспечивать удобный доступ к глифам из всех проектов. Было улучшено управление перемещением и расширением объектов, а панорамы с автоматической заливкой стали более качественными. Сложные 3D модели были упрощены. Также появилась возможность автоматического создания рельефных карт по изображениям. В версии 2017 года было улучшено управление кистями. Повышена производительность. Появилась возможность сглаживать штрихи. А также было интересно нововведение стал инструмент пирог кривизны. И плюс были улучшены контуры и подсказки. Также в этой версии появилась возможность работать с 360 градусными панорамами. Эта версия начала поддерживать Microsoft Dial и формат Have. Была улучшена функция выделения и маска. Кроме этого, в целом была улучшена производительность. Компания Adobe постоянно совершенствует свой продукт, чтобы он оставался конкурентным на рынке. Возможно, он делает это немножко инертно, но Photoshop до сих пор является программой, которая может похвастаться настолько большим набором функций. Компания Adobe также имеет мобильную версию Photoshop, тем не менее, именно среди мобильных приложений имеется большое количество конкурентов. И они во многом не уступают программе по функциям, но стоят значительно меньше или же вообще бесплатно для пользователей. На мой взгляд, Photoshop сильно уступает на мобильном рынке и возможны свои инертности, так же как в случае со скетчем и фигмой, и есть вероятность, что они полностью пустят этот рынок. Но что не отнять у Photoshop, это экосистема Adobe. В связке с другими продуктами компании, такими как Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects и Adobe Encore DVD, программа Photoshop может использоваться для нелинейного монтажа и создания спецэффектов для телевидения, кинематографа, компьютерных игр и интернета. По предоставлению комплексной услуги по работе с графикой, компания Adobe все еще остается на первом месте, и ее конкурентам придется очень постараться, чтобы ее обогнать. Продуктами компании Adobe до сих пор продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру. Adobe Photoshop это первый графический редактор, который позволил одному человеку выполнять работу, на которую раньше требовалась целая фотостудия. Профессиональная работа с графикой стала доступна любому заинтересованному человеку. Теперь этот человек может в одиночку изменить целый отдел. Все современные программы по работе с графикой и фотографиями в той или иной степени происходят от Photoshop. Photoshop это уникальная программа, взрастившая множество талантливых дизайнеров, фотографов и художников по всему миру. Надеюсь история Photoshop вам понравилась, а тут возможно пустил скупую слезу ностальгии. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новых видео. С вами был Евгений Кузьмин, основатель самой результативной школы дизайна UpRock. На связи.